Когда тетруем, цвет меняется с помощью индикатора. Этим мы понимаем, какое вещество, какая концентрация находится в того или иного вещества в воде. Вот так с помощью пробирок и мензурок лаборанты способны понять, насколько может быть вредна вода для здоровья людей. Например, в прошлом году специалисты брали пробы жидкости в районе гавани. Как показали результаты анализа, пить её точно не стоит. Предварительно это определить можно по цвету, который получаешь после химической реакции. Она стала розовой. Это показывает, что в ней есть содержание макро. Но мы ещё не знаем, в каком она содержании, то есть концентрации, в каком она объёме. Так называемые опыты Кристина Тюркина проводит в рамках переподготовки на базе Каннского политехнического колледжа. Переобучают в учебном заведении людей, желающих поменять компетенцию, матерей в декрете либо с дошкольниками, граждан предпенсионного возраста, а также ищущих работу. Именно последняя и есть цель девушки. Очень много работодателей приходят, отправляют заявки, чтобы выпускники поступали к ним на работу. Приезжают за новыми знаниями и специалисты из других городов, которые уже имеют работу. Как они рассказывают, технологии меняются, следовательно, нужно за ними поспевать. Также отмечают, в таких условиях, как в Каннске, это делается ещё и с удовольствием. Атмосфера хорошая, здания прекрасные, всё подручно, руководитель у нас замечательный, всё доступно объясняет, нам всё понятно. Обучение ведётся совместно с агентством WorldSkills по трём компетенциям – лабораторно-химический анализ, геопространственные технологии, а также сантехника и отопление. К слову, группа по этой специальности уже набрана и начнёт свою переподготовку с понедельника. В течение месяца её участники будут получать навыки, а в конце их ждёт экзамен под видеокамерами, который принимают эксперты из Москвы. Стоит отметить, у всего этого, так сказать, наплыва новых специалистов есть и свой куратор. Мы работаем под руководством регионального оператора. Региональный оператор у нас находится в Красноярском крае, который курирует все центры обучения и отчитывается перед союзом WorldSkills о том, сколько мы переобучили, выдаёт нам дополнительные квоты и отчитывается о трудоустройстве каждого слушателя, который проходит эту программу. Чтобы пройти переподготовку, необходимо иметь среднее профессиональное образование, либо высшее. Всё это совершенно бесплатно за счёт федеральных средств. В рамках программы «Содействие занятости» людей обучают востребованным специальностям и трудоустраивают в срок от одного месяца. Более подробную информацию можно узнать на сайте федерального проекта.